В Тольятти может появиться сырозавод. Предложение рассмотрели на инвестсовете. В Самару прибыла самая многочисленная армия болельщиков. В сборную Колумбии будут поддерживать 20 тысяч земляков. 25 новых рабочих мест и идеальная чистота. В больнице Середавина открыли уникальное для российской медицины стерилизационное отделение. В Самару ждет еще одна игра на стадионе Самара-Арена. Сегодня в 6 вечера встречаются сборные Колумбии и Сенегала. Команды прилетели накануне и успели потренироваться и пообщаться с журналистами на пресс-конференции. Какие счастливые приметы есть у спортсменов, узнал Сергей Кизоркин. Молитва и национальный танец перед тренировкой, а еще и после каждого забитого мяча ворота соперника. Это неотъемлемый ритуал сборной команды Сенегала на чемпионате мира по футболу. Отказываться от традиций ни игроки, ни тренеры не намерены даже на таком серьезном турнире. Это принадлежит нашей культуре. Это культурное дело. Радость, мир, гостеприимство, счастье. Можно танцевать после гола. Но серьезно подходить к тому, что происходит на поле. Футбол это не вопрос жизни и смерти. Это шоу. Футбольный спектакль между сборными Сенегала и Колумбии пройдет в Самаре в четверг. Обе команды настроены очень серьезно на этот матч. Ведь от его результата зависит, кто из этих национальных сборных продолжит борьбу за Кубок мира. Пока в группе H. Сенегал занимает второе место, Колумбия третье. И соперников разделяет всего лишь одно очко. Чемпионат мира иногда проигрывают или выигрывают в каких-то мелочах. И мы выступим замечательно и покажем, что мы отличная команда. Мы собираемся фокусироваться на нашей команде. Мы знаем, что все сенегальцы хороши. Нам нужно быть отличного морально настроенными на противника. Колумбийский тренерский штаб досконально изучил команду Сенегала. Каждого игрока. В каком клубе играет, в каком стиле. И пришел к выводу, что матч получится очень тяжелым. Ведь многие футболисты прошлый сезон провели в чемпионатах Испании, Франции и Англии. Тем не менее, сборная Колумбии готова дать бой сопернику. Моральное состояние у нас отличное. Я думаю, что мы просто должны быть оптимистично настроены. Вся команда хорошо работает. Я не могу выделить каких-то игроков или связки. Они все играют великолепно и так, как нам нужно. Над какими стандартами, которые могут принести победу в заключительном матче группового этапа той или другой команде, будут работать футболисты, журналисты не увидели. Тренеры раскрывать козыри не стали. Пообещали, что все самое интересное фанаты футбола увидят на официальном матче чемпионата мира на газоне Самара-Арена. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Колумбийско-сенегальский десант утренним поездом высадился в Самаре. Двухэтажные вагоны едва вместили всех фанатов футбола, желающих увидеть матч на Самара-Арене. О приключении иностранцев в России расскажет Сергей Кизоркин. Бесплатный поезд привез фанатов футбола в Самару на игру чемпионата мира. Сенегальские и колумбийские болельщики приехали посмотреть захватывающий матч между своими национальными командами. В тусовку иностранцев случайно попал и фанат из Челябинска Максим Ситников. Он рассказал, что всю ночь до утра они спорили и доказывали друг другу, чья сборная лучше и с каким счетом закончится важнейшая встреча в группе «Эйч». Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Мне нравятся южноамериканские футболы и Хаммес, Родригес и Фалькао, я думаю, что они забьют. Но Сенегал тоже отличная команда, но мне кажется, Колумбия лучше. Я прошу прощения у болельщиков сборной Сенегала, но Колумбия победит со счетом 2-0, потому что у нас есть отличные футболисты и просто наша команда лучше. Сенегальские любители футбола настроены иначе. Они уверены, что именно их национальная сборная будет играть в 1-8 финала чемпионата мира. Сенегал выиграл у Польши и сыграл в ничью с Японией и в каждом матче забил по два мяча. А вообще они турниром довольны. Все матчи группового этапа очень интересны и захватывающи. А российское гостеприимство их приятно удивило. Все очень хорошо. Русский – сказочный народ. Организация соревнований превосходная. Нигде такого не было. Ни в одной стране, где проходил до этого чемпионат мира по футболу. Чтобы в городах и по стране по паспорту болельщика можно было ездить бесплатно. До начала футбольного матча Сенегал-Колумбия фанаты рассчитывают разместиться в гостиницах, погулять по набережной и заглянуть в фан-зону. А у кого нет билетов на игру, останутся смотреть футбол на большом экране на фестивале болельщиков в дружеской обстановке. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре открылось консульство Колумбии. Оно находится на улице Молодогвардейская, недалеко от фан-зоны. Планируется, что областной центр примет более 20 тысяч болельщиков национальной сборной Колумбии. Это самое большое количество фанатов, которые побывают в Самаре во время Мундиали. В консульстве гостям из Колумбии могут помочь, если возникнут проблемы. Например, в поиске потерянных вещей, оформлении документов, размещении в гостинице. Колумбия стала третьей по числу купленных билетов на матчи. Футбол в Колумбии – настоящая страсть, и вы в этом убедитесь. Половина стадиона будет в цветах нашей сборной. Это люди с особой болельщикской субкультурой. Мы это все изучали, потому что гостей надо встретить и надо понимать, что они хотят от нас ждать. Поэтому у нас ездили представители Самары и в Саранск, и в Казань. Мы смотрели, изучали интересы, образ спортивного боления, жизни. А теперь коротко о других темах дня. Около Самарского педуниверситета снесут киоски с шаурмой и ремонтом обуви. Ликвидируют торговые павильоны на остановках. Власти ищут компанию, которая до конца сентября уберет 30 киосков с улиц. Соответствующую заявку опубликовали на сайте госзакупок. Все павильоны необходимо демонтировать и вывезти за пределы города, но не далее, чем за 4 километра от Самары, говорится в документах закупки. Весь ход работ подрядчик обязан будет зафиксировать на фото и предоставить заказчику. Автобусы, троллейбусы и трамваи в Самаре сегодня будут ходить до 2 часов ночи. Речь идет в том числе и о маршрутах, проходящие в районе Фан-феста. Продлит свою работу и самарский метрополитен. Последний поезд будет уходить со станции метро Алабинской также в 2 часа ночи. В Самаре побит рекорд посещаемости бункера Сталина. Это произошло 27 июня. За день музей посетили 700 человек. Об этом сообщает туристический информационный центр Самарской области. Во время чемпионата бункер работает с 9 утра до 7 вечера. Все это время экскурсии ведут на трех языках – испанском, английском и русском. 95% экскурсантов – испаноговорящие. Улица Куйбышева в Самаре может стать пешеходной. С такой инициативой в Рио губернатор обратился один из самарцев. С начала чемпионата мира по футболу одну из главных улиц исторической части города сделали пешеходной. Благодаря этому некогда оживленная дорога превратилась в любимое место отдыха горожан. Теперь появилась идея и после чемпионата эту улицу сделать свободной от транспорта. В своем твиттере глава региона Дмитрий Азаров ответил на это «да» и добавил к этому улыбку и восклицательный знак. В Самаре стартует летний фестиваль джаза в Струковском. Самарское джазовое движение даст серию концертов в июле 2018 года на летней эстраде. В этом году организаторы познакомят самарских слушателей не только с лучшими российскими исполнителями, но и зарубежными артистами. Первый концерт состоится 4 июля. В этот день зрители услышат трио из Израиля. Этот коллектив – настоящий феномен джазовой музыки. Следуя по стопам великого Коэна, соединяя в своем творчестве ближневосточные мотивы с импровизационным началом, коллектив – постоянный участник европейских джазовых фестивалей. Крупнейший сырный завод может быть построен в Тольятти. Проект, который оценивается в 3 миллиарда рублей, был представлен на рассмотрение регионального совета по улучшению инвестиционного климата. Заседание провел глава региона Дмитрий Азаров. По итогам 2017 года Самарская область укрепила позиции в национальном инвестиционном рейтинге. Но задача стоит более масштабная – создать лучшие в стране условия для бизнеса. Олег Зверев тоже выслушал аргументы. Сразу на 17 пунктов поднялась Самарская область в национальном инвестиционном рейтинге. Такие данные были опубликованы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Прогресс очевиден, но по абсолютным показателям это всего лишь с 65-го места на 48-е. Есть к чему стремиться. Потенциал региона таков, что мы вполне можем рассчитывать на лидирующие позиции. Такую задачу озвучил Дмитрий Азаров на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата. Конечно, у нас задача за два года в 20-ку войти – это однозначно. А потом выходить уже и на лидирующие позиции. Задача не в том, чтобы в рейтинге места достигнуть разово, а в том, чтобы под каждым значением, которое оценивается, у нас была конкретная реальная работа, конкретная база для развития инвестиций. Системную работу по повышению инвестиционной привлекательности области глава региона начал с первых дней работы. Самарская область должна стать магнитом для инвесторов. От этого зависит, насколько заинтересован бизнес строить у нас новые заводы, создавать рабочие места, а значит и поддерживать экономику налоговыми отчислениями. Для того, чтобы предпринимателям было комфортнее вести свое дело, разработаны целевые модели упрощения ведения бизнеса. В частности, это касается регистрации, оформления документов, получения разрешений. Современные технологии позволяют свести все проволочки к минимуму. Укрепление позиций региона связано с позитивными изменениями по следующим показателям. Среднее время получения разрешения строительства, которое составило 88 дней. По последнему рейтингу, когда оценка по этому показателю была, у нас срок был 172 дня. Здесь мы получили значительное улучшение в два раза. Но есть регионы, где разрешение на строительство можно получить за 60 дней. То же самое касается регистрации прав собственности. В Самарской области срок сокращен до 13 дней. Это меньше, чем в среднем по России, но создан прецедент, когда оформление длится всего 9 дней. В общей сложности положительная динамика по 26 из 44 показателей. Но есть и минусы. В частности, увеличилось время постановки земельных участков на кадастровый учет. Кто виноват и что делать? Ответ должен быть найден в ближайшее время. И вот новости, которые обнадеживают. В Самарской области могут появиться два новых предприятия. Инвесторы представили на совете проекты. Это сырный завод и завод по производству борового оборудования. Оба предприятия могут быть построены в Тольятти. Олег Зверев, Максим Гусев, События. 25 новых рабочих мест и абсолютная чистота. В больнице Середавина открылось современное отделение стерилизации. Это совместный проект бизнеса и областных властей. В отделении будут обрабатывать инструменты не только для больницы Середавина, но и для других медклиник города. Слово мэрии Елчан. Без спецодежды сюда вход воспрещен. В больнице Середавина открылось современное стерилизационное отделение. Это совместный проект областных властей и бизнеса. Почти 50 миллионов рублей, вложенных в него денег, это частные инвестиции. Уникальность проекта заключается в создании в больнице нового современного отделения дезинфекций и обновления уже существующего оборудования. Мы для себя очень четко понимали, какую большую социальную функцию несет этот проект. Потому что, если рассматривать больницу в целом, то для нас это определенный организм. И стерилизационное отделение является позвоночником этого организма, на котором держатся все органы. По сравнению вообще с ССО, которое существует в государственных учреждениях, я думаю, что не за горизонтом у нас подобные концессии по частной инициативе. Может появиться в Тольятти, может появиться в Сызране. Этим самым мы повысим инфекционную безопасность вообще на территории Самарской области. Это стерилизационное отделение первое в Самарской области, да и по России таких немного. Сейчас здесь открылось 25 новых рабочих мест. Эти медики будут обслуживать не только больницу Середовина, но и другие близлежащие клиники. Всего около 4000 коек. Все лежало на содержании одной больницы. Сегодня мы имеем возможность оказывать услуги в новом отделении не только одной больнице, но и другим другим. Соответственно, затраты для больницы Середовина тоже снижаются. Поэтому наша ключевая задача, реализуя проекты государственного частного партнерства, видеть в них экономику, экономику для медицинских учреждений. Отделение оснащено новым стерилизационным оборудованием, мебелью и расходными материалами. Все это избавит больницу Середовина от необходимости тратить деньги на транспортировку и обработку инструментов в других центрах. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. В Самару прилетели сенегальские болельщики. Они прибыли на широкофюзеляжном Боинге 777. Самолет такого класса впервые приземлился в Курумыче. Как повлияет чемпионат мира на экономику региона? В Самаре подвели предварительные итоги Мундиаля. Флешмоб на самарских улицах. Танцевальная колонна прошла по Куйбышево и устроила хоровод. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова